Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие абитуриенты! Мы продолжаем серию наших прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2022 года. И сегодня у нас в гостях представители Института международных отношений. Так уж завелось то, что обычно у нас в программе бывают именно товарищи, которые отвечают за приемную кампанию, которые ответственны за учебный процесс. Но сегодня у нас такой небольшой эксперимент. Сегодня у нас молодые преподаватели и студенты данного института. И с вашего позволения я их представлю. Абиджон Батиров, студент Института международных отношений. Абиджон, привет! Здравствуйте! Иван Макаров, также студент Института международных отношений. Иван, приветствую! И Алмаз Гельфанов, один из самых молодых преподавателей института. Добрый день! Алмаз, тоже доброго дня! Здравствуйте! Что ж, коллеги, друзья, товарищи, давайте начнем сразу же по вопросам. Прежде чем задам, напомню, то, что вы можете задавать свои вопросы по ходу нашего прямого эфира ВКонтакте, официальной группы Казанского федерального университета. И первый вопрос у нас звучит следующим образом. Сложно ли учиться в Институте международных отношений и сколько в день бывает пар? Ну, наверное. Я попробую ответить на этот вопрос. Учиться, не сказать, что сложно, учиться трудно, потому что профессия, история, историка, наука, история, она подразумевает собой большой объем информации. И, по большей части, это именно теория. Расписание пар абсолютно зависит от каждой группы, какая у вас учебная нагрузка в данном семестре. Так, например, вот у меня из них, когда у меня есть пять пар, из них, когда у меня одна-две пары. Вот, поэтому тут все очень субъективно, все очень по случаю. Ну, я думаю, лучше спросить у преподавателя, вообще на какие дисциплины, не дисциплины, направления можно учиться в Институте международных отношений? Ну, у нас три направления. Лингвистика. Ну, три высшие школы, можно сказать. Лингвистика, международные отношения и история. Вот, направлений у нас очень много, всех я не назову. Назову, так скажем, основные, это международные отношения, востоковедение, китаеведение, зарубежное регионоведение, регионоведение России. Также сказал, отечественные истории, всеобщие истории, ну, и лингвистика. В высшей школе лингвистики иностранных языков изучается порядки сорока языков. Иван, Абиджон, вот на каких направлениях вы сами учитесь? Мое направление, к сожалению, пока не назвали. Есть у нас в высшей школе исторических наук направление международный туризм называется. Очень интересно, связанность с историей и что-то более новое, можно сказать, модерн. Международный туризм, где мы изучаем, как бы я, наверное, три года назад сказал, не умирающий, не влияющий ни на что сферой туризм, что ничего не повлияет, туризм всегда есть и всегда будет. Но, несмотря ни на что, мы убедились в том, что вот я на четвертом курсе учился, убедились, что туризм всегда есть и будет, и это направление, на которое стоит учиться. А вот можно ли назвать путешествие из Татарстана в Башкортостан международным туризмом? Ну, вот есть народ татары, есть народ башкиры. Так страна-то, федерация российская, одна. Можно сказать, это внутренний туризм, который тоже очень стремительно развивается в России. Ну, здесь просто такая вот допытка журналистов, прицепились к слову, попытались вот это обыграть. Иван, у вас какое направление? Я обучаюсь тоже в Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия. Направление у меня всеобщая история. И тот же самый вопрос, вот сколько паров в день бывает, сложно ли на этом направлении учиться, особенно вот со всеобщей историей, да? Да. Со всеобщей историей, когда в нынешнее время у каждого история своя, каждый ее интерпретирует по-своему, участвия там, не знаю, в различных дискуссиях исторических. У меня на этот счет есть одна прекрасная фраза, которую мне сказали преподаватели. Никогда не говоришь, что ты историк, потому что ты всегда будешь хуже всех знать историю. Вот. На самом деле расписание пар, еще раз скажу, он очень субъективно, очень под каждую группу. У меня, например, есть два дня, когда у меня пять пар. Поэтому, ну это только этот семестр, в другие семестры, понятно, было другое расписание пар. Пять пар у меня первый раз, такое, что в день подряд идут. Вот. Касаемо сложности, если есть интерес, будет несложно, будет трудно, потому что всеобщая история, она подразумевает собой знания разных методик, очень огромного, я бы даже сказал, какого-то массива внеисточникового знания, доисточникового знания. Когда вот вы приходите на первый курс, это сразу видно, когда человек как-то ориентируется в том, о чем все говорят. Ну, как-то так. Хорошо, Лан, поедем дальше по вопросам. На какие стажировки могут рассчитывать студенты? Могу рассказать, что у нас. Международный туризм, ну тут понятно. Мы уже разобрали, что это международный туризм. И у нас очень много направлений стажировок именно в нашей сфере, туризме. Когда я первый раз поступил, я поступил в 2018 году, получается. В 2019, первое лето, уже подходят к стажировке. И я был в шоке от того, что к нам пришли представители компании TUI. TUI Group – это мировой, можно сказать, туроператор мирового уровня. У них есть свои, можно сказать, круизные лайнеры, своя авиакомпания и так далее. Это очень крупная компания. И пришли к нам в институт набирать персонал для стажировки в Турции, получается. И это был мой первый опыт. Мы поехали в Турцию, отработали сезон туристический и узнали, что на самом деле на практике происходит в гегемонах, можно сказать, туризма. А что на самом деле происходит? Примерно то же самое, что и в теории. Мы работали по Анталийскому побережью, и массовый туризм, как он выглядит, и много чему научились. Стажировка оплачивалась, нам предоставляли жилье, питание, перелет, визовая поддержка со стороны компании. Это все по договоренности с институтом. У нас были ребята, которые в Грецию улетели, у кого там с визой. Есть вопросы, у них больше вариантов полететь в Турцию. Греция, Турция. Я недавно слышал про то, что набирают с нашего университета в Доминикану такие же крупные туроператоры. То есть в факультете, то есть в направлении международный туризм, очень большой выбор для стажировок, большой выбор стран, где можно пройти стажировку и увидеть своими глазами, что мы, по сути, в лекциях слушаем. Ну а что включает в себя вообще стажировка? Чему именно там учишь? Что показывают? Я тут даю сравнение. Студенты-телевизионщики, для них это называется не стажировка, а практика. То есть ребята учатся снимать, учатся монтировать, учатся записывать звук и писать тексты. А международный туризм? Международный туризм. Это как работает в целом бронирование отелей, что мы изучаем, как их заселяют, как с ними работают гастролейшины, как с ними работают принимающие компании, как с ними работают отправляющие компании. То есть в целом на месте, где проходит отдых у туристов, можно больше, понятнее для себя открыть и понять, как это происходит на самом деле. То есть, я так понимаю, какие-то моменты связаны с логистикой, с безопасностью самого туризма и с тем развлечением, которое весь в этом туризме, верно? Да. Да, я тоже могу немножко добавить информации. Я сам сейчас учусь, так скажем, на третьей ступени образования, это аспирантура. Первая ступень, бакалавриат, я закончил кафедру международных отношений, и у нас в 2014 году была стажировка в Испанию. Академия и мастер. И в чем заключалась, так скажем, основная часть вот этой стажировки? Это первое, это изучение языка. Так скажем, большое количество занятий испанского языка, и после этого уже, если расписывать один день нахождения в Испании, это поездки по городам, культурно-развлекательные мероприятия, объекты наследия, знакомство с ними, история этой страны, концерты и другие мероприятия. Это прекрасная возможность. Эту поездку также оплачивал университет. Как я помню, мы брали деньги только с собой на личные... Чисто на свои хотелки. Да, чисто на свои хотелки, если так сказать. Также у нас на кафедре, где я сейчас работаю, кафедра регионоведения и евроизийских исследований, реализуются несколько программ. Афроазиатские исследования, евроатлантические исследования. И у нас активно ребята едут сейчас и находятся до сих пор и учатся в Германии, в Польше, в Венгрии, в Китае, в Корее и в Японии. По всеобщей истории есть какие-нибудь стажировки? Как это все работает? Они есть. Я, к сожалению, их не участвовал, но вот знакомая из студенческого научного общества, она в этом году, да, вот в первом семестре этого года, она уехала по обмену в Польшу. И там, по сути, она ходила в ВУЗ и жила. По сути, это вот такие, я не знаю, мы можем как-то стажировками назвать, скорее всего, просто обмен. Хорошо, поехали дальше по вопросам. На каких курсах, это все еще про стажировки, на каких курсах лучше всего подавать заявку на стажировку? Я думаю, все-таки это третий-четвертый курс. И когда уже вы переходите на вторую ступень, так скажем, образования, магистратуру, когда вы уже имеете определенный багаж знаний, хорошо владеете языком, это все уже помогает, когда вы приезжаете в другую страну. Это вопросы коммуникации, бытовые вопросы и так далее. По каким критериям студентов отбирают на стажировку? Нужно ли быть отличником? Такой вопрос интересует наших зрителей. К моменту моего отъезда в Испанию я закрыл только первую сессию. Назвать меня отличником, хорошистом как-то нельзя было назвать. Но для этого должно быть стремление, желание в первую очередь. Да, конечно, нужно усваивать дисциплины, заниматься, опять же, повторюсь, с языками. Это все, так скажем, составляющие при выборе, так скажем, кандидатов. Ну и материальную часть тоже нельзя забывать. Есть что добавить? Ну, если также говорить про стажировки в международном туризме, то достаточно того, что у вас есть желание. То есть у вас есть желание, и если вы уже учитесь в Институте международных отношений, то вы уже достойны пройти стажировку в той или иной компании в стране. То есть там атлетикам знать сдать ЕГЭ, не знаю, на 100% не обязательно. Ну вот добиваем этот вопрос, есть у нас еще один, влияет ли на количество научных публикаций на возможность получения стажировки? То есть вот здесь такое, что стоит какое-то ограничение, то, что, мол, дружище, ты давай сначала у нас тут поучись, напиши какие-нибудь научные работы, сдавай сессию нормально, а потом уже езжай куда хочешь. Или же такого нет? Это в большей степени, наверное, так скажем, составляющей частью является, когда вы подаетесь на какие-то гранты, когда Казанский федеральный университет, вот опять же повторяюсь, я был на первом курсе, когда поехал на стажировку, и не было никаких публикаций, даже не знал, как публиковаться. Вот поэтому мне это от этого не зависит. Хорошо. Переходим больше к научной работе. Раз уже заговорили о научных публикациях, можно ли продолжать тему первой курсовой работы на протяжении всей учебы и защитить по ней диплом? Да. Согласны, товарищ? Конечно. Есть ли в институте кружки, организации для тех, кто хочет попробовать развиваться в науке? Безусловно. Это какие? На базе Высшей школы статистических наук у нас существует огромное количество кружков. Например, это античный понедельник. Это научный кружок, который занимается вопросами истории античности, в целом, древнего мира, так скажем. Дальше кружок по медиевистике по истории средних веков. Это Аграф. Есть кружок по новистике. Это история нового и новейшего времени ПАКС Европа. Также изобретение этого года, так скажем, он появился только в первом семестре этого года. Это окно в Восток. Это научный кружок, где поднимаются вопросы средневековой истории Востока. Также есть кружок Ремаркс. Ремаркс, он занимается диалектикой, марксизмом. Ну, в общем, вот такой вот достаточно интересный кружок, на самом деле. Касательно других высших школ, я, конечно, сказать затрудняюсь, но я подразумеваю, что там должно что-то и быть, потому что вот я недавно списывался с одним человеком с высшей школой международных отношений. У них есть научный кружок по Японии, например. Другие направления? Глобус тоже высшая школа исторических наук. Второй год она признается одним из лучших кружков в республике. Руководитель Бодров Олег Вячеславович, он у нас читает новейшую историю. Я вспомнить не могу. Мое студенчество, мы запускали так скажем кружок по объектам всемирного культурного наследия. Вот модель ООН это все было только на началах, которые сейчас уже так скажем существуют как модель ООН ЮНЕСКО город Казань приезжают со всех регионов студенты и уже проводятся полномасштабно в рамках Казанского федерального университета. Говоря об учебном плане, где его можно найти и где можно найти план приема? Вот на собственных примерах, когда поступали, где искали всю информацию? Я сейчас даже не вспомню. Ну, сайт КФУ, наш институт АСК-ИМО, что еще? Ну, как иностранец могу сказать, что очень много информации на самом деле в интернете про Казаньс федеральный университет. У нас, я из Ташкента, но в Ташкенте функционировал тогда еще так, центр по подготовке студентов поступлению в ВУЗ Российской Федерации. И вот я раз так выбрал Казанский федеральный университет и мне там предоставили информацию вполне просто, не знаю, 20 листов информации про Казанский федеральный выбирай. Институт, направление, что хочешь. Ну, информации очень много также. Я после того, как поступил, увидел сайт КФУ, который чуть ли не выглядит лучше, чем наши государственные сайты в нашей стране. там вся информация, там абсолютно вся информация, где будем жить, как мы, как заселяться, как поступать, где экзамены, где здания, где находится там учебный корпус, там, 13-15 и так далее. Вся информация и для абитуриентов тоже. Ну, у каждого института еще отдельно свои странички в социальных сетях, где можно найти всю информацию про институт и где, ну, молодые студенты тоже, тоже там публикуют про институт, где абитуриентам очень важно. То есть, полезно было посмотреть, почитать и узнать всю информацию. Да, также есть информация в личном, про, ну, личные кабинеты, так скажем, преподавателей. Некоторые абитуриенты могут открыть страничку преподавателя, который преподает вот на кафедре, куда вы хотите поступать. Там почта, номер телефона, вы спокойно можете написать, задать вопросы. На сайтах этих кафедр также есть информация по, так скажем, направлениям, и там же вы можете в принципе найти учебные планы и рабочие программы дисциплин. Вот такой вопрос возник, немножко отойдем от сценария, но надеюсь, то, что ответ на него все-таки заинтересует абитуриентов. Немножко поностальгируем с вами, почему в свое время выбрали именно ИМО? Вот что интересно. Особенно вот у молодого преподавателя, у которого уже, ну, наверное, лет 8 уже прошло, да? Даже больше. Вот. Даже больше. Я поступил в 13-м году. О, одногодка, привет. С чем это связано и как я делал выбор, трудно ответить, но скажу, что историю я точно любил. Вот. Я был творческим человеком, но в тот же момент в школьные годы меня больше интересовала алгебра, математика, геометрия, химия, физика. Вот. И в 9-10-х классах я начал изучать историю, мне это стало очень интересно. Вот. И в тот же момент я начал уже знакомиться, так скажем, с вузами, в которых я хотел бы учиться. Москву и Петербург я посчитал, что это очень далеко для меня 17-летнего. Вот. И выбрал Казанский федеральный университет. Ну и, соответственно, направление истории международных отношений, которые тогда, можно сказать, активно рекламировали. Вот. Он мне показался перспективным. Вот. с этого все началось. Еще такая скупая слеза сейчас пойдет, когда это все еще называлось Имоив. Имоив, да. Иван? Говоря о моем выборе, я считаю, что он был определен с детства. Когда я в первый раз поехал в Санкт-Петербург, я влюбился в город, на самом деле. Вот. И влюбился в историю, которая в этом городе есть. И с этого пошло раскручиваться. И вот таким образом я на Истваке. Почему именно Имо? Когда я советовался со своими учителями в школе, куда мне подать лучше документы, они мне говорили, что лучше идти именно на историю не как педагогику, а на историю как науку. Я подал. Я подавал в УРФУ и в КФУ на данное направление. так как я сам с Урала, я с Средневековской области, в УРФУ особого желания поступать не было, потому что я в Екатеринбурге уже почти жил, можно сказать. Не захотелось чего-то нового. Вот. По сути, так, появилось КФУ в моей жизни. Джон? Почему я обрал ЕМО? Вот принесли листочки с Казанским Федеральным Университетом. Почему именно ЕМО? Как они так листочек оформили? Поступив в ЕМО в первом курсе, если бы вы мне задали этот вопрос, я бы сказал, потому что ЕМО самый лучший. Я уже жду, что сейчас у нас здесь в студии занимается самый лучший институт ЕМО. Да, по-моему, уже кто смотрит, там был уже самый лучший институт ЕМО. Прошло сколько времени? 4 года, 4 курс, и с уверенностью могу сказать, что ЕМО самый лучший, и я ни на секунду не пожалел, что я поступил именно в ЕМО. Как это произошло, до меня тут учился, до сих пор учится, кстати, мой родственник, с которым я ежедневно созванивался. У меня был выбор, я поеду учиться в Россию. Сначала такой выбор был, недалеко было, получается, в Россию. Я выбрал город Казань, потому что я про Казань очень много слышал. Выбор был на Казанский федеральный университет, и я начал с родственником разговаривать, который учился на тот момент, по-моему, если не ошибаюсь, в институте механики. математики и механики. Да, математики и механики и перепоступил в ИМО. Я у него спрашиваю, почему? Потому что, он говорит, вот нет лучше, чем ИМО в институте в КФУ. Вот. И мы с ним очень долго, ну там про творчество, про как можно себя реализовать тут. Ну, я учусь, да, в высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия, но все, что я хотел, это там путешествовать, я хочу учиться на туризме, я хочу это видеть. И выбор был институт экономики, где есть направление туризм, и институт международных отношений, где есть направление международный туризм. Я выбрал институт международных отношений, и я очень рад этому, что я когда-то просто тыкнул пальцем в ИМО. Хорошо. Учебный процесс, это все, конечно, хорошо, ребята с этим познакомятся, когда поступят, это внеучебный процесс, как ему происходит? Что может получить студент, придя в Институт международных отношений, помимо лекций, занятий и знаний? Да все, что он хочет, я вам сразу хочу ответить. Вот себя реализовать в институте, в целом, в студенческой жизни очень просто. В Институте международных отношений мы большой институт, где творчество, где спорт, где наука развита внеучебного плана очень даже хорошо. Вот что вы бы хотели, например, вот с третьим вопросом. Вы хотите заниматься музыкой, допустим, вот вы учитесь и вы хотите петь. Пожалуйста, самый лучший зал в Казани, концертный зал Уникс, где проходит два раза в год студенческая весна в рамках университета, в рамках республиканского конкурса, программы и так далее участвовать, то у нас в институте есть все направления, куда можно пройти отбор, пойти и заниматься всем тем, что вы хотите. У нас в институте есть, можно сказать, семья, творчество, где вы можете найти себя в любой сфере. Вы хотите участвовать в концерте, вы будете участвовать, кем вы хотели, кем вы будете участвовать. Помимо творчества, спорт, я 4 года играю по мини-футболу сборную международных отношений. Сезон такой, 3 турнира в год, институт выделяет залы для тренировок, для занятия спортом, то есть вы не почувствуете себя таким историком, который я просто читаю книжки и спортом никак не занимаюсь. Нет, абсолютно, вот и хотите футболом заниматься, вот вам, пожалуйста, сборная института международных отношений, хотите волейболом, пожалуйста, волейбол, баскетбол, у КФУ есть свои бассейны, свои спортивные залы и так далее, то есть поступив в ИМО, вы можете себя реализовать, там, я знаю таких людей, которые отучились в ИМО и пошли работать не по профессии, а по тому, что они делали в институте, делали концерты, делали, там, не знаю, кто-то занимался спортом, помимо учебы, и в процессе понял, что вот ему надо вот это, он хочет этого, то есть вы не будете, ну, не поступите в ИМО, чтобы просто изучать историю, вы будете развиваться со всех сторон, и, конечно же, придете к тому, чего пожелали, и все. Здесь хочется у молодого преподавателя спросить, сам так, недавно тоже был студентом, не раздражает ли то, что студенты говорят, мол, я на студ весне, я на дне первокурсника, я, не знаю, еще где-то участвую, на пару не приду? Нет. Не раздражает? Нет, я сам активно участвовал на дне первокурсников, студенческие весны, потом международные какие-то конкурсы, даже есть интересная такая, интересная история с поездкой в Тюмень, Ариф Магеддиноч, Алмаз, нужно съездить, Тюмень, международный конкурс, 27 стран, надо выиграть, Умышлар, давай, пока. Поехал я в ЖД-вокзал, утром опоздал на поезд, звоню помощнику Арифа Магеддиноча, мне помогли купить билеты, отправились следующим же поездом, там встречали как какого-то героя, вот, первое место мы заняли, все получилось, так скажем, сделать, все цели были, поставленные цели были достигнуты, вот, нет, ребята должны, кроме, так скажем, занятий и обучение, как-то отдыхать, опять же, развиваться, вот, это все, так скажем, позитивно, и я никогда не ругаю своих студентов, не даю какие-то дополнительные занятия, мы все уже в дальнейшем, во время пар семинарских занятий, все рассматриваем, и как бы на этом все. Почему я, собственно, задал этот вопрос, уважаемые абитуриенты, как видите, на собственном примере Толмас нам показывает, что преподаватели тоже через это проходили, когда будете учиться, помните, то, что, несмотря на то, преподаватели 50, лет 60, 40, 26, он все это прекрасно помнит и вас тоже понимает. Еще по внеучебной деятельности, есть ли возможность подрабатывать, пока учишься? Такой вопрос интересует наших абитуриентов. Конечно, есть. Все есть возможность. Кто захочет, тот найдет. но в целом есть вакансии, я видел, в институте, то есть, можно устроиться там на полставку в институте, работать и так далее по желанию, а так, есть достаточно, ну, у студента достаточно времени, чтобы и учиться, и заниматься творчеством, спортом и так далее, еще устроиться куда-то на работу, подрабатывать для себя, это студенческая жизнь, так и происходит на самом деле, как действующий студент, могу сказать, не знаю, как у остальных, мы работаем, учимся, занимаемся творчеством, спортом и ездим на стажировки, и все, все нормально, все-таки должно происходить. У нас среди студентов много число тех, кто занимается репетиторством, например, по истории, по международным отношениям, по лингвистике, например. У меня полно таких знакомых, ну, это больше те, кто учится у нас, учат языки, можно сказать, ну, у меня очень много таких друзей, которых преподают испанский, английский, там, немецкий, итальянский и так далее, у меня есть друг, который преподает индонезийский, чтобы вы понимали, он действующий студент, он, кстати, преподает в КФУ индонезийский, будучи студентом, и у него есть отдельные студенты, отдельные ученики вне университета, где он занимается репетиторством, преподает индонезийский. Вот, это, вот, выйдите, я вам контакты дам, если это абсолютно правдно. А вот по истории, Иван? Конечно, есть, в основном, как я видел, как я спрашивал, этим занимаются студенты третьего года обучения, третий, четвертый, да, но, в принципе, они есть, я не знаю, какими путями они это делают, на самом деле, потому что мне до сих пор не понятно, как вытянут этот рынок, так скажем, вот, но занимаются, почему нет, потому что наш кафедр, они дают достаточно хорошую подготовку в плане истории, поэтому. Хорошо, товарищи, у нас вопросы подготовленные уже закончились, в чате у нас тоже пока что тишина, в принципе, давайте потихонечку закругляться, есть ли что сказать по итогам нашего эфира, замотивируйте товарищей абитуриентов, чтобы они пришли к вам. Просто скажите, какой самый лучший институт? ИМО. Самый лучший институт это ИМО. Поступите, сделайте выбор в пользу ИМО, и я вам через 4 года напишу, или вы мне напишите, что вы сделали все правильно, что поступили в ИМО. Вы возьмете вот такой диплом красный, где написано диплом Институт международных отношений Казанского федерального университета, и будьте счастливы, что вы провели эти 4 года именно в Институте международных отношений. Я вам это гарантирую на все 100%. И вот сейчас четвертый курс, скоро, дай бог, получу диплом, и тоже скажу, что это были лучшие 4 года в моей жизни именно потому, что я поступил в Институт международных отношений. Да, однозначно. Лучший институт, институт, который реализует множество направлений, начиная от истории, политики, международной политики, экономики, международной экономики, туризм, культурология, лингвистика и так далее, и так далее. Это прекрасная возможность получить качественное образование и найти, так скажем, хороших людей, умных людей, друзей, возможно, даже, так скажем, будущих спутников жизни. Вот. Поступайте в ИМУ. Иван? От себя я могу добавить, что гуманитарная специальность, она учит достаточно многим вещам, дают очень много навыков. Как по мне, самый главный плюс гуманитарной специальности в том, что она очень сильно расширяет спектр вашей мысли. Вот, допустим, мой пример, участие на ИСТФАК, я могу, как говорите, одну точку зрения, так тут же с ней спорить, это в порядке вещей, это очень важно, вот, спор внутри себя, когда вы что-то делаете. А также навыки работы с текстом, навыки логики, это все то, что может вам дать гуманитарная специальность, потому что, ну, без этого никуда, это всегда процесс мышления, это творческий процесс, и он должен быть обоснован. Вот. Ну, в целом, ИСФАК, это, на мой взгляд, такая очень хорошая семья. Семья не только, вот, творческая, научная, это семья студентов и преподавателей, потому что наши преподаватели, они понимающие, они всегда придут на помощь студентам, если у вас что-то не получается, где-то с чем-то проблемы, можете всегда обращаться к преподавателям, они все сделают, что в их силах, чтобы вам помочь. Вот. Я вам настоятельно рекомендую поступать в наш институт и не пугаться конкурса, потому что, ну, это не важно. На самом деле, если вы хотите, у вас получится. Ну, на этих прекрасных словах предлагаю закончить. Большое спасибо, товарищи, что вы нашли время к нам прийти. У нас в гостях были представители института международных отношений, все хочется сказать истории востоковедения, тоже привык к этому. На этом все, всем большое спасибо за внимание, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok